Меня зовут Андрей Котов. Я сегодня от лица компании NetBeak поделюсь своими знаниями о инструментах, которые мы используем в поисковой кемизации, а именно о инструментах NoIndex и NoFollow. В своем презентационном видео я рассказывал, что эти инструменты необходимы для того, чтобы указать поисковым роботам, что отдельные элементы страниц, тексты или страницы целиком, или отдельные ссылки не стоит брать по вниманию при индексации, то есть не стоит учитывать в поисковой выдаче и так далее. Собственно, кому пригодятся эти знания, это интернет-маркетологам, в частности, и людям, занятым в сфере поисковой оптимизации и интернет-маркетологам в целом, пригодятся владельцам интернет-магазинов и веб-мастерам. Хочу спросить касательно тематики моей, есть ли люди, присутствующие на вебинаре, которые не слышали до этого о таких инструментах, как NoIndex и NoFollow. Плюс, значит, слышали? Или... Давайте... Ага. А есть ли такие, кто не слышали, чтобы я понимал просто от какого уровня отталкиваться? Окей. Ну, в любом случае, я постараюсь охватить самые азы и рассказать их максимально подробно и доступно. И сейчас, собственно, думаю, уже можно и приступить. Итак, что у нас сегодня на нашем вебинаре будет? Я дам определение и опишу стандартный вид инструментов, как NoIndex, так и NoFollow, объясню, зачем их использовать и укажу на какие-то распространенные ошибки, которые допускают люди при использовании этих инструментов. Начнем мы с NoIndex, в частности, с метатега NoIndex. Я далее расскажу о том, что следует разделять метатег NoIndex и тег NoIndex, и объясню, в чем, собственно, разница. Внешний вид метатега NoIndex вы можете видеть у себя на экранах. Это, собственно, в угловой скобке метаны robots, контент равно NoIndex. Собственно, NoIndex, контент равно NoIndex, это и есть часть, атрибут, но индекс в метатеге. Ну и, как указывает Google, этот метатег, он позволяет предотвратить появление страницы в результатах поиска Google. Ну и не только Google, если мы пишем robots, то в данном случае мы исключаем страницу из поисковой выдачи для не только Google, но и для других поисковых операторов. На следующем слайде был пример, где был указан метанейм равно robots, то есть для всех роботов, и помимо этого мы можем использовать этот инструмент применительно к конкретным поисковым операторам. То есть если мы вводим на месте метанейм, на месте robots в Googlebot, то мы можем ограничивать индексацию страницы поисковым операторам Google, слайд для Yahoo, и если мы пишем на месте robots в Яндекс, то мы можем ограничить индексацию страницы Яндексом. Это может нам пригодиться в тех случаях, поскольку разные поисковые системы, они по-разному оценивают отдельные элементы страниц, то, что для отдельной поисковой системы может быть нарушением, для другой являться нарушением не будет, поэтому в отдельных случаях применение для определенных поисковых операторам оправдано. Перейдем к пункту «Зачем использовать метанейм техноиндекс?». Первый пункт очень логичный, это в случаях, когда страница находится в разработке. Понятно, что мы не хотели бы, чтобы человек, который ищет определенную услугу на нашем сайте, столкнулся с нашим сайтом, начиная со страниц, которые находятся на стадии разработки. Такой человек, он не найдет ту информацию, которую он желает найти, и более того, это может как-то подорвать его доверие к сайту, и произвести просто какой-то негативный. Второй пункт, для чего использовать метанейм техноиндекс, это для того, чтобы спрятать дубли. Почему, собственно, дубли это плохо, можно объяснить, собственно, объясняя функцию поисковых систем. Поисковые системы, любые, они призваны ответить на определенные наши запросы, предоставить нам максимально удобную, релевантную, полную информацию. И если я ввожу в поисковой системе определенные товары и услуги, рецепт какой-то, лимонады и так далее, я хотел бы, конечно, чтобы в поисковой выдаче я бы нашел перечень разных уникальных рецептов или описаний товаров, и дублирование одинакового контента как разными сайта, так и одним сайтом на разных страницах воспринимается поисковыми системами негативно. Поэтому большие категории дубли, но не все, поскольку дубли это достаточно обширная тематика, которую мы еще будем рассматривать в рамках следующих наших вебинаров, некоторые дубли закрываются от поисковых систем при помощи метатега Noindex. Один из ярких примеров подобных дубли – это копии дубли, представляющие собой обыкновенные страницы и печатные. печатные версии страниц. Далее идем. Какие еще страницы нежелательно нам выводить в индекс? К таким страницам относятся также страницы регистрации, страницы, выполняющие служебные роли, такие как, например, забыли пароль, подобные напоминания. Они тоже нецелесообразны для поисковой выдачи. Поэтому подобные страницы мы тоже, как правило, закрываем от поисковой индексации. И четвертый случай. Закрываю также от поисковой индексации страницы, содержащие отзывы и комментарии. Тут очень большой оговоркой, только в тех случаях, когда на наших страницах с отзывами и комментариями постоянно появляется странного рода контент, не вызывающий никакого доверия, в общем, если творится какой-то трэш. В этих случаях может быть целесообразно закрыть отзывы и комментарии от индексации. В остальных случаях лучше не закрывать, поскольку в страницу с отзывами о ваших товарах они будут отвечать на конкретные запросы пользователей, которые в поисковые системы обращаются за рекомендациями или, надеясь, прочитать отзывы других людей. Идем дальше. Я должен сделать примечание, оговорку, что noindex является крайне того, что сайт будет исключен из индекса. Хотя в качестве инструмента, который позволяет исключить сайт из индекса, метатег, именно noindex, действует все-таки более надежно, чем какие-либо другие. С чем это связано? С тем, что, по словам Google, чтобы обнаружить метатеги, мы должны просканировать вашу страницу. При этом существует вероятность, что робот Googlebot не распознает атрибут noindex. Если страница продолжает появляться в результатах поиска, то вероятнее всего связано это с тем, что поисковый робот не успел еще найти и оценить этот метатег на странице. Так, идем дальше. Какие распространенные ошибки допускают оптимизаторы, работая с метатегом noindex? Первое – это размещение метатега noindex на странице в пагинации. Тут я должен сделать пояснение, что страница в пагинации тоже для этих страниц актуальна проблема с дублированием информации, поскольку описание категории товара, отдельные товары, они могут дублироваться на страницах пагинации. И, собственно, в случае со страницами в пагинациях мы используем не инструмент noindex, исключающий страницы, идущие второй из индекса, а мы используем инструмент rel равно next track, который указывает поисковой системе, что теорию страниц, связанные этими атрибутами, представляют собой страницы пагинации, то есть страницы от первой до десятой с расположением определенных товаров. И вторая ошибка, которая тоже, как ни срана, является не настолько распространенной, но все же встречается, это когда допускают ошибки в техническом задании программистам и располагают метатег noindex на всех страницах сайта. На этом с метатегом noindex мы закончили. В конце вебинара будет возможность задать вопросы, а я перехожу сейчас к тегу noindex. Внешний вид тега представляет собой открывающийся тег в угловой скопах noindex. Между тегами, собственно, помещается тот текст, который не следует индексировать. При этом тег noindex, он действует только для поисковой системы и, собственно, поисковой системы Яндекс и был внедрен. А исключить каким-то образом текст из индексации в углу тег noindex там не поможет. Для чего используется тег noindex? Здесь я рассмотрю две наиболее распространенные, часто встречаемые функции. Первое – это управление сниппетом, то есть сниппет – это информация, которая сопровождает ссылки в поисковой выдаче, то есть определенная часть текста, которая часто берется из метатега description, но не всегда. И в этих случаях, когда в сниппете не текст из метатега description, у нас приходит на помощь текст из страниц, из содержания самих страниц. И в данном случае алгоритм, по которому поисковая система берет текст из содержания страниц, он достаточно произвольный и в отдельных случаях имеет смысл поэтому оградить поисковую систему от индексации и расположения в сниппетах какого-то менее релевантного, менее привлекательного текста. И второй пример – это дублирование контента, но уже мы говорим не о страницах в целом, а о элементах текста. Такое дублирование может встречаться как в каталогах товаров, где расположен, как на моем скриншоте, повторяются характеристики технические и для того, чтобы устранить это дублирование используется метод techno-индекс и подобное дублирование может случаться, к примеру, на новостных сайтах, где есть часть текста, которая располагается под катом, а часть текста, которая отображается на всех страницах до ката, и она может дублироваться на разных страницах в предусловиях к одной и той же статье на разных страницах сайта. Вот для того, чтобы устранять подобное дублирование, чаще всего и используют метод тег, в данном случае no-index. Перейдем к распространенным ошибкам, с которыми сталкиваются поисковые оптимизматоры, работая с тегом no-index. Первое – это отсутствие закрывающего тега no-index. Если мы открыли этот тег, но не закрыли, то, собственно, метод тег функцию свою выполнять не будет, и есть опасность того, что не будет проиндексировано все содержание ниже открывающего тега. И вторая распространенная ошибка – это использование тега no-index как средство от стекбек, то есть и от переспама, и от отсутствия уникальности, и от скрытия ссылок. То есть есть случаи, когда специалисты решают, что для того, чтобы избежать какой-то части, которая скопирована из другого источника, располагают тег no-index, заключая скопированную часть между открывающим и закрывающим тегом. Нужно сказать, что подобные меры не будут спасать от возможных санкций, возможных от негативного влияния за счет использования неуникального контента и переспама ключевыми словами, поскольку все равно поисковая система, в частности Яндекс, все равно сканирует тексты, анализирует их, и собственно, из самой логики работы с тегом, где поисковый робот должен найти как открывающий тег, так и закрывающий, из самой этой логики следует, что весь текст будет прочитан, проанализирован и укрываться тегом no-index от всего места. С метод тегом и тегом no-index ознакомились, переходим к инструменту no-follow. No-follow – это инструмент, который представляет собой способ сказать, донести до поисковых роботов, что необходимо проигнорировать определенные ссылки, какие-то конкретные страницы, либо все ссылки в рамках одной страницы. Я начну с no-follow на постраничном уровне. В данном случае мы уже имеем дело опять с уже знакомым нам метод тегом, но с единственной разницей, что атрибут здесь одно слово отличается, так как контент равно no-follow вместо no-index. И, собственно, данный метод тег, он предшествовал появлению no-follow как атрибута. Если мы говорим о no-follow для определенных ссылок по атрибуте no-follow, то его очевидным имуществом не дает то, что он дает более точный контроль на инвестации и запретом инвестации определенных ссылок. И метод использования тоже у вас на экранах можете видеть, что real no-follow. Так, одну секунду. Слышно? Сейчас. Как сейчас слышно? Так, одну секунду я тут сделаю сейчас громче. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, как сейчас слышно? Ага, еще. Два человека говорят мне, что плохо, значит, мы постараемся сделать вот так, а где-то так в серединке. Еще раз, как слышно? Так, что скажут слушатели, которым плохо, ага, лучше. Ну, я постараюсь, опять же, опять обещаю стараться говорить громче. Продолжаю рассказывать про no-follow применительно к определенным ссылкам. Про атрибутом, например, использование отрабоженого у вас на экранах. Вы видите, что здесь является атрибутом no-follow. Это real равно в кавычках no-follow, которое расположено после title, после названия ссылки и до ссылочного, до анкора, до текста ссылки. Относительно no-follow тоже я делаю то же самое предупреждение, касающееся того, что no-follow не является гарантией того, что поисковые системы проигнорируют и не возьмут во внимание те ссылки, для которых вы прописали данный атрибут, или не перейдут и не проиндексируют те страницы, на которые ведут ссылки. Зачем использовать атрибут no-follow? Первое, это в случае, если у нас в комментариях, ну и, собственно, где чаще, в отзывах и комментариях, где чаще всего появляется, где мы сталкиваемся с такой проблемой, появляется подозрительный контент. Пример подобного подозрительного контента отображен на слайде. Подобное можно часто видеть на вас в мигах или, ну и в том числе, на интернет-магазинах, в общем, на любых ресурсах, где есть возможность оставлять комментарии, есть какая-то посещаемость, где вот осмысленным оставлением подобных комментариев. Подобные ссылки необходимо закрывать от индексации путем проставления элементов no-follow. Второе, это используется атрибут no-follow на ссылочном уровне для того, чтобы распределять ссылочный вес в соответствии с приоритетами. То есть, в чем смысл в том, что поисковыми операторами количество ссылок воспринимается как определенный ресурс, говорящий об авторитете сайта, если речь идет о перелинках, о ссылках, ведущих от одного сайта к другому. И в рамках одного сайта ссылки указывают на, количество ссылок указывают на приоритетность той или иной страницы. Соответственно, управляя индексацией ссылок, прописывая для них атрибут или удаляя его, мы можем управлять ссылочным весом, то есть тем показателем приоритетности для тех или иных страниц. И третий пункт, зачем использовать атрибут и инструмент no-follow в целом, это для формирования естественной ссылочной массы. При работе с ссылочной массой, при закупке ссылок, необходимо заботиться о максимально естественном виде. И в частности, для поисковых роботов, максимально естественный вид также отражается в том, что не все ссылки, которые ведут нас, являются follow ссылками, то есть не имеющими от любого follow, у нас запутанное. То есть передается ссылочный вес, и наличие слишком большого количества подобных ссылок, оно может говорить о неестественном виде ссылочной массы. По этой причине советуется хотя бы от 15% всех ссылок, которые ведут на сайт, и для них проставлять атрибут no-follow. И, собственно, напоследок посоветую вам несколько полезных инструментов, которые позволят эффективнее работать с инструментами, которые я описал лучше. Это плагин RDSBAR, который маркирует и выделяет определенными цветами участки текста, которые заключены в тег no-index. И оператор поиска сайт, двоеточие, это, собственно, используя его, вводя в сайт двоеточие и название вашего сайта поисковую строку Яндекса или Гугла, неважно, в принципе, а вы можете просмотреть все страницы вашего сайта, которые находятся в индексе, то есть которые попадают в поисковую выдачу. И из всего объема вы сможете исключить те страницы, которые вам покажутся нерелевантными, которые вы хотели бы скрыть от пользователя, который вводит запросы, связанные с вашим сайтом. На этом материал, который я хотел донести, закончен. Я благодарю вас за внимание и готов ответить на вопросы по темам, которые я озвучил. Итак, я жду вопросов, не вижу, что печатают. Будет ли выставлена презентация? Презентация будет выставлена, да? Всем, кто зарегистрировался, поэтому насчет этого переживать не стоит. Как презентация, так и видео. Так, стоит ли закрывать тегами nofollow ссылки на навигация сайта и всю навигацию noindex? Все, что сквозные или какие? Так, одну секунду я отнесу в класс. Ссылки на навигацию, уточни, пожалуйста, по поводу навигации. То есть вы имеете в виду навигацию в футере, главное, мне не стоит ли их скрывать? По поводу навигации в футере, я не использую этот инструмент, не скрываю те страницы, которые в футере. Ну, единственное, что в ряде случаев, ну, если там, собственно, находятся те страницы, которые я писал, связанные с регистрацией, в некоторых случаях очень узкое применение, имеются страницы вроде гарантии или каких-то таких, вот, если вы думаете, что их индексации, если они не настолько применимы для пользователя, то их можно было бы исключить. Так, одну секунду, я 15 запасну. Так, так, так. Так, поможет ли rel next prep с дублированием title при погенации? По поводу использования rel next prep в принципе его использование указывает уже поисковым операторам на то, что принцип погенации представляет собой, ну, словно говоря, одну страницу, из которых только одна страница должна быть, должна попасть в индекс, но, тем не менее, чтобы лишний раз обезопасить себя от дублирования контента и распространять также практики, когда добавляют числа в title и другие метатагенты, буквально 2, 3 и другие номера, то есть это не будет кишин. Так. По поводу YouTube, одну секунду, стоит ли закрывать тегом ноиндекс, закрывать YouTube и больше сервисов с точки зрения SEO оптимизации и качества страницы, стоит ли закрывать тегом ноиндекс. По поводу видео, я не совсем понял вопрос, по правде говоря, стоит ли закрывать, имеется ли ввиду какие-то участки дублируются от одной страницы к другой связанной с приложением видео с YouTube нет, видео не стоит закрывать участки в тексте вставки видео я конечно понял правда в чем речь но я согласен с ответом что видео не стоит закрывать так ответил я на все вопросы если я пропустил случайно в окне чатика вопросы то пожалуйста повторите я постараюсь ответить рел рел next prep рекомендуется в первую очередь для гугла ну и чаще мы представляем его для страниц украинских продвигая украинские сайты в яндекс не имею никакой не имею приоритета относительно того использователей next prep или canonical но чаще canonical так есть ли какие-то еще вопросы не стесняйтесь пожалуйста задавать вопросы касающиеся самых пассовых вещей поскольку ориентирован курс в том числе и на какие-то базовые понятия и если вы до этого не сталкивались поисковой рекомендации понятно что какие-то вещи термины которые мы используем они кажутся сложными и трудными для восприятия на слух пожалуйста очень приятно так я вижу что в основном я не вижу уже больше вопросов вижу спасибо спасибо благодарю вас тоже за внимание Продолжение следует...